На будущей парковке на улице Союзной продолжается асфальтирование. В ближайших планах нанесение разметки. Парковочное пространство, если верить проекту, станет доступным в июле. Большая часть запланированных работ уже выполнена. Освещение уже организовано, то есть оно находится в рабочем состоянии. Из таких общих работ это остается сейчас докатать асфальт, разлиновать и организовать здесь уже парковочное пространство, то есть знаки и все остальное. Помимо этого в этом году у нас в работе в контракте сама улица Союзная вместе с тротуарами. Также обустраивается дополнительный выезд на улицу Советскую с улицы Благовещенской. Благоустройство коснулось не только важной для горожан и туристов инфраструктуры, но и дворовых территорий исторического центра Тулы. Удаление ветких строений, не являющихся историческими памятниками, затем незаконных, аварийных, а также удаление деревьев, которые представляют определенную опасность, мы их называем аварийными. Сорных деревьев, типа американского клёна, который зарос уже как-то так беспредметно, без нашего желания эту территорию запланировал. Затем зачистка территории, ликвидация стихийных свалок. При сносе зданий строителям попадается немало приветов из прошлого. Вот на одном из домов неизвестным толиком оставлена надпись для потомков «Будь вежлив, ты живешь в городе-герое». Совсем скоро отсюда будут демонтированы оставшиеся строения, вывезен мусор и начнется строительство многоугольного здания, проект которого уже есть у собственника. Здесь могут быть офисные здания, здесь могут быть рестораны, но акциональные. Я думаю, что сейчас собственники уже начали определенным образом, и те, кто у нас арендует, и те, кто здесь в свое время приобрел, уже поиск инвестпроектов, которые интересны будут именно туристам и жителям нашего города в историческом центре. Потому что здесь реально отсюда до улицы Металлистов 50 шагов. По словам Евгения Авилова, новое архитектурное решение гармонично впишется в исторический облик города. Анна Молодцова, Андрей Ремезов, Новости Тулы.